Добрый вечер, в эфире новости ТВК, я Ольга Тепляшина и сейчас о событиях дня подробно. Экологическая обстановка в Красноярске одна из наихудших в стране, об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Интервью с чиновником публикует газета «Ведомости». На вопрос журналиста, какие регионы в плане экологии небезопасны для проживания, министр ответил следующее. Если исходить из абсолютных показателей по загрязнению воздуха, а это основной фактор, влияющий на здоровье людей, то наихудшая ситуация в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске. Представители одних регионов говорят о том, что основное внимание нужно обратить на выбросы от производственных объектов, другие о необходимости снижать выбросы от автомобильного транспорта. Есть и другие мнения. Министр отметил, цитата, главное, что проблемами экологии власти стали заниматься. В ноябре ведомство планирует опубликовать экологический рейтинг городов, и в нем будут отражены не только показатели загрязнения, но и дана оценка мер, принимаемых властями по их снижению. Причем составлен рейтинг будет не только по состоянию атмосферного воздуха, но и воды. По словам министра, Красноярск также в числе городов России, где состояние воды ухудшается. По ночам вместе с полицией пересчитывают пни, а днем готовятся живой стеной защищать деревья от лесорубов. В таком режиме живут красноярцы в 14 километрах от города. Это жители поселка Ясная Поляна в районе железнодорожной станции Минина. Они рассказывают, строго по выходным сюда приезжают лесорубы с пилами и топорами, и одно за одно уничтожают вековые сосны. Это были просто сосны. Так сосны такие, вот как вы видите, вот такие большие, красивые. Даже если разрешают, дают лицензию на вырубку, то дают на вырубку засовших деревьев больных. Но вот это, это реально мы чуть инфаркт не получили с нашими соседями. Сам процесс вырубки местные жители смогли даже запечатлеть на видео. Вы сейчас видите эти кадры. На месте уже поработал и лесничий. Новостям ТВК удалось с ним связаться, и он подтвердил, что вырубка идет незаконно. Информацию об этом уже передали в соответствующие органы. На картах лесничего это место значится как зона леса, а значит рубить здесь что-то просто так незаконно. Сам хозяин участка нам также по телефону подтвердил, что никаких документов на вырубку у него нет, а территорию он защищает просто потому, что в его договоре купли-продажи она совсем не зона леса, а территория сельхозназначения, рубить на которой можно и останавливать этот процесс он не собирается. Несмотря на уверенность в своей правоте, назвать свою фамилию виновник вырубки отказался. Уже известно, что видеокадры и протоколы по факту вырубки уже находятся в работе местного участкового. Именно ему, видимо, и придется проверять, чьи документы настоящие. Прокомментировать эту ситуацию мы сегодня просили и руководство Емельяновского района. Я напомню, что это уже не первая вырубка в их юрисдикции, в которую приходится вмешиваться правоохранителям. Но в администрации района сегодня за целый день не нашли время на общение с журналистами по поводу этой истории. 0% черного неба. Проект с таким названием стартовал в Красноярске. Теперь каждый автомобилист может бесплатно проверить, соответствуют ли выхлопы машины нормативам. Пункт оснащен специальным газоанализаторным оборудованием, которое измеряет уровень угарного газа и углеводорода. Узнать, насколько автомобиль экологически чист, сегодня решились и первые лица края. 12 раз больше. Это сверх норм. Извините, наклейки. А почему? А вот можно установить причину? Ну, это стандарт. А, ну вообще это бензин, это углеводороды. Это бензин? Да, это все бензин. Все? Понятно. Такие результаты для председателя законодательного собрания края Александра Осса и его машина оказались неожиданными. Зато, по его словам, это хороший повод внимательнее относиться к автомобилям. Тем более, теперь проверку пройти может каждый. Газоанализатор установлен на парковке возле института нефти и газа на проспекте Свободный, 82А. И сейчас обратите внимание на экраны. Перед вами режим работы пункта проверки. По понедельникам, средам и пятницам с 12 до 16 часов. По результатам этой работы, я думаю, что мы должны выходить и на какие-то организационные и законодательные предложения. Такой либерализм, он абсолютно недопустим. Мы знаем, что делать с крупными предприятиями. Но вот то, что касается автомобильного транспорта, здесь пока четкого представления, какие механизмы запустить. У меня, например, нет. И в этом смысле вот эта тестовая акция, она послужит для нас серьезным поводом для размышления. К тому же автомобилей в Красноярске очень много. Сегодня были зафиксированы 8-бальные пробки. Специалисты портала Яндекс советуют красноярцам морально готовиться к таким ситуациям в сентябре. Анализ дорожной ситуации показал, что со 2 сентября пропускная способность основных городских магистралей в часы пик ухудшится примерно на 2 балла. Согласно ежегодному мониторингу, в сам день знаний в Красноярске, как правило, рекордных пробок не наблюдается. Также специалисты отмечают, что в августе по красноярским дорогам можно проехать свободно. В отличие от других городов-миллионников Екатеринбурга, Омска и Москвы, где пробки уже фиксируют с середины месяца. 250 километров улиц будет отремонтировано в этом году в районах края. Сегодня можно подвести предварительные итоги этого ремонтного сезона. Заменить асфальтовое полотно удалось уже в 30 населенных пунктах. К примеру, в одном только Емельяновском районе в этом году обновили 21 дорогу. На эти цели краевые власти выделили району 28 миллионов рублей. Какие участки ремонтировать решали в местной администрации совместно с жителями. Так, в поселке памяти 13 борцов заасфальтировали дорогу, соединяющую федеральную трассу и подъезд к поселку Кедровый. Напомню, с 2015 года по инициативе губернатора Виктора Толоконского в разы увеличен объем финансирования именно на улице городов и поселков. В течение трех лет на эти цели в общей сложности планируется выделить больше одного миллиарда рублей. В прошлом году у нас было всего пять муниципальных образований задействовано в получении субсидии краевой на эти цели. В этом году у нас девять муниципальных образований и 21 объект. При этом у нас сложились экономии по результатам торгов и она будет направлена у нас еще на три объекта. Вблизи города все поселения Емельяновского района расположены, эксплуатируются очень сильно, поэтому износ идет очень большой. Везде требуется, но вот стараемся везде помаленьку. 300 миллионов из краевой субсидий получил и Красноярск. Средства, среди прочего, пошли на капитальный ремонт моста через Качу на улице Вейнбаума. Он пока не закончен. Заасфальтировать дорожное полотно подрядчик должен до наступления заморозков. Такие задачи стоят сейчас и перед подрядчиками на других объектах. По данным Краевого управления автомобильных дорог, сейчас полностью готово 70% работ по ремонту уличной дорожной сети от запланированного объема на год. Ремонт по погодно-климатическим условиям должен быть завершен до середины октября на всех объектах. Естественно, в первую очередь это касается дорог с асфальтобетонным покрытием, с переходным, то есть с гравийным типом покрытия. Можно немножко, так скажем, подзадержаться, но в целом в октябре работы должны быть закончены. У городской администрации огородили проход из-за подпорной стены. На участке около автобусной остановки появились сигнальные ленты из ограждения. В департаменте городского хозяйства поясняют ситуацию. Рабочие приступили к финальному этапу ремонта подпорной стенки. Рабочие сняли слой старой облицовки, чтобы смонтировать новую декоративную. Полностью реконструкция завершится в ближайшие 2-3 недели, обещают в департаменте. Через 15 минут в новостях ТВК Роспотребнадзор выясняет законные лиценовые ограничения в сети супермаркетов «Светофор». Через 4 минуты закон о банкротстве физических лиц в действии, с чем столкнулся первый официальный гражданин-банкрот. Через 9 минут где открылся первый в Красноярский спортзал для инвалидов. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Два автобуса, четверо пострадавших. Серьезная авария произошла сегодня на правом берегу на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Автобус номер 90 столкнулся с маршруткой номер 3. По информации ГИБДД, некоторым пассажирам понадобилась медицинская помощь. Дорожные полицейские сейчас выясняют все обстоятельства ДТП. Отмечу, что авария создала довольно большой затор на дороге. Очевидцы сняли на камеру, как автомобилисты объезжают пробку по трамвайным путям. Такси до кладбища для должников. В новости ТВК обратился один из руководителей красноярской фирмы «Такси». Мужчина рассказал, что он, как и его коллеги, все чаще замечают странные заявки, которые поступают к диспетчерам. Около месяца назад с одного и того же номера телефона звонит мужчина, который в разные точки города заказывает сразу от пяти автомобилей. При этом конечная точка, куда необходимо отвезти клиента, всего одна. Это кладбище. Вот лишь некоторые записи телефонных разговоров с оператором службы «Такси». Руководители фирмы «Такси» заметили, что номер телефона, с которого поступают звонки, часто мелькают в рекламе микрофинансовой организации. И, скорее всего, таким образом, вызывая «Такси» на кладбище, в один конец коллекторы запугивают заемщиков. Но насколько эффективна такая борьба с должниками, история умалчивает. Порой просят подняться в квартиру, то есть называют имя человека, который поедет. Бывает общежитие, просят пойти на вахту, пригласить бабушку или девушку, допустим, ему лучше, чтобы они спустились на вахту. И когда выходит, значит, ну, в нашем случае уже, тот должен якобы поехать, водитель сообщает, что были сделаны заказы на шинное кладбище или на бодолык. Первый банкрот, который никому ничего не должен. В Красноярском крае впервые вынесено окончательное решение по делу о банкротстве физического лица. Разбирательство длилось 10 месяцев. В счет погашения долга у красноярца все это время изымали и распродавали имущество. Теперь фигурант дела окончательно признан финансово независимым. Поскольку жилье у меня единственное, оно поэтому под реализацию не попадает, согласно закону. Продавалось имущество, которое стоит каких-то более-менее денег. Грубо говоря, это все имущество, кроме личных каких-то вещей. У меня попала кухонная техника, электроника, печки, холодильники, стиральные машинки. Потерять имущество не единственный неприятный момент в избавлении от долгов. Как говорят юристы, у многих должников есть шанс и без вещей остаться и все равно с долгами. Процедура эта сложная. К банкроту обязательно приставляют финансового управляющего. И только этот человек во время судебной тяжбы распоряжается всеми счетами, доходами и банковскими картами человека. И полномочий у него даже больше, чем, например, у судебного пристава. Вот этот финансовый управляющий праве оспаривать предшествующие сделки должника. Поэтому если гражданин, например, был какой-то недобросовестный, он, допустим, выводил свои активы, свои имущества на родственников, на ближайших, на каких-то иных лиц, с целью как раз уклониться от погашения своих долгов, то такие сделки финансовый управляющий может оспорить по специальным основаниям законов о банкротстве, соответственно, вернуть все это имущество обратно в так называемую конкурсную массу, с тем, чтобы это имущество было продано, реализовано и пошло, соответственно, в погашение долгов перед кредиторами. Кроме того, признавший себя банкротом, в течение трех лет лишается права занимать любую руководящую должность. В течение пяти лет обязан сообщать о своем банкротстве банкам, если он планирует брать новый кредит. В 2017-м проиндексируют, а за этот год дадут компенсацию. Специалисты пенсионного фонда сегодня рассказали, когда красноярцы получат обещанную правительством компенсацию за то, что пенсии в 2016 году проиндексированы были только на 4%, а не на 12% в соответствии с инфляцией. Так, в январе 2017 года по 5000 рублей получат все красноярцы, которые по состоянию на декабрь 2016-го были признаны пенсионерами, в том числе и работающие пенсионеры. Эта категория в рамках 2016-го работающих, она бы не получила индексацию, но 5000 они получат. А социальные пенсии тоже бы на эту индексацию не могли рассчитывать, но 5000 они получат. Граждане, которые назначатся в ноябре-декабре, вроде бы вообще не могли претендовать на данную индексацию. Все, кто назначены с июля месяца, но они все получат 5000 рублей. Специалисты подчеркивают, что никаких заявлений никому никуда писать не нужно, чтобы эту выплату получить. Ее выдадут вместе с январской пенсией. Федеральный бюджет потратит на это дополнительные 4 миллиарда рублей, ранее не предусмотренных. Из-за этой траты вновь будет заморожена накопительная часть пенсии. Об этом сегодня заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец. Она пояснила, что выплата компенсации не была запланирована, а предельные лимиты и без этого превышены. Поэтому в 2017 году заморозку накопительной части пенсии решили продлить. То, что могли строить 20 лет, сделают за два года. Краевые власти уверены, подготовка к универсиаде ускорит развитие инфраструктуры Красноярска в космических масштабах. Какие проекты уже удалось реализовать, а какие еще предстоит, расскажем в следующем сюжете. Свая за сваей. Вот и готов фундамент для будущей ледовой арены, одного из основных объектов зимней универсиады. Через две недели здесь же займутся и парковкой на месте бывшего здания крайкома КПСС. От него, к слову, осталось лишь несколько стен. И через два года на партизана Железняка будет готова не только огромная парковка, но и сам ледовый дворец. Другой объект, не столько для спортивных нужд, сколько для социальных, новый корпус БСМП обещают открыть уже в августе следующего года. Губернатор говорит, универсиада некий ускоритель процессов, которые без нее могли бы длиться гораздо дольше. Не будь этой возможности, вот эти все объекты, что мы сейчас вот видим с вами, ну их можно было построить лет за 20. Мы говорим, что для универсиады надо иметь самые современные медицинские мощности, но понятно, универсиада это неделя, а новая больница навсегда. И это будет работать на весь Красноярск, даже не только на краевой центр, на город Красноярск. Это будет космос в медицине. Медицинский космос – это не только новый корпус БСМП, но и ускоренная модернизация старых. Продолжая метафору губернатора, можно сказать, вся больница улучшится, ну почти во вселенских масштабах. На протяжении этих всех лет и внешний вид корпуса здорово улучшался. И, опять же, если сравнивать, то и внутренняя отделка отделений становилась все более качественной. Поэтому это не разрывный процесс, не может быть, чтобы мы переходили из одного корпуса в другой, попадали как из одного мира в другой. Зато из одного мира в другой точно попадут те, кто сейчас живет в старых общежитиях политеха. Их переселят в новый комплекс «Перия». Пока строительство только начинается, но через два года в шаговой доступности от университета появятся три 17-этажных дома. Мы помним яркие примеры городов, которые принимали игры и Олимпийские, и универсиаду, как они получили развитие. Сегодня это возможность в дальнейшем развивать спорт, студенческий спорт в нашем регионе. Тот факт, что внимание уделяется не только спортивным объектам, но и социальным, говорит о том, что развиваться будет не только спорт. Елизавета Курочкина, Илья Заречный, новости ТВК. В Красноярске заработал первый в городе спортзал для людей с ограниченными возможностями. Первая тренировка для колясочников прошла уже сегодня. Инициатор проекта сама в прошлом спортивный тренер говорит, что 9 лет назад оказалась в инвалидной коляске и на себе почувствовала, насколько городская среда не готова помогать людям в таких ситуациях. Ведь после того, как человек проходит больничный курс реабилитации, заниматься дальше самому просто негде. Все требования в этом зале соблюдены. Правда, пока это пилотный проект, но самое главное, работать в этот зал будет абсолютно бесплатно. Записаться на занятия можно по телефону 8-913-585-3430. Конкурс до четырех человек на место и возможность после окончания выбрать сразу несколько профессий. Сегодня состоялся торжественный выпуск студентов, которые закончили обучение по программе подготовки рядовых и сержантов запаса. Подробности в нашем сюжете. Под музыку духового оркестра и на знаковом для всех защитников родине месте мемориале победы. Сегодня 600 курсантов отмечают своеобразный выпускной. В Сибирском федеральном университете они не только получили высшее образование, но и прошли военную подготовку. Вместе с дипломами им вручают корочки рядового или сержанта. Товарищ полковник, студент для получения военного билета прибыл. Вру Российской Федерации. За два года, не отрываясь от основного курса обучения, молодые люди получили еще и одну из пяти военно-учетных специальностей. Программа предполагала 450 часов теории и три месяца практики военно-полевых сборов. По словам депутата Заксобрания Юрия Швыткина, это уникальная возможность, которая позволяет парням получить действительно полное образование. У истоков данного выпуска стоял личный министр обороны Российской Федерации Сергей Кожугетович Шойгу. При этом нужно еще понимать, что не только сами принципы обучения были заложены у ребят, но немаловажно принципы воспитательного процесса. Принципы основ государственности, которые в рамках обучения ребята были обострены, закреплены в них. И вот сегодня я многих поздравлял из них, когда я чувствовал, что ребята понимают важность, необходимость, осознают сегодня вступление себя в ряды вооруженных сил. Подобный выпуск первый, но не последний. Вступить в ряды курсантов может каждый студент, кому позволяет здоровье. Набор проводится ежегодно с 12 мая по 10 июля. Захар Писемных, Александр Тропин, Новости ТВК. Через 6 минут в новостях ТВК. Новая интерактивная игра и другие сюрпризы для зрителей программы «Новое утро» на ТВК. Ценовую политику супермаркетов «Светофор» проверят. В Роспотребнадзор поступило по меньшей мере 5 жалоб от покупателей на сеть магазинов низких цен. Горожан не устроили новые правила, согласно которым покупки дешевле определенной суммы запрещены. Причем в разных ограничениях на минимальную цену продажи от 200 до 400 рублей. В Роспотребнадзоре нам пояснили, что сейчас все жалобы они рассмотрят, а после этого в течение 30 дней примут решение о проверке самой продуктовой сети. В Красноярске снимают фильм про великого борца Ивана Ярыгина. Главную роль в нем сыграет также наш земляк, известный актер, уроженец Назарова Владислав Демин. Сегодня он специально прилетел в наш город для того, чтобы презентовать трейлер фильма. Актер рассказал, что в будущей картине постарается показать не только подвиги, но и человеческую сторону красноярского борца. Как говорит актер, начать съемочный процесс помог заместитель председателя правительства Край Виктор Зубарев. По словам самого Зубарева, роль Ивана Ярыгина в исполнении красноярца позволит рассказать о жителях нашего города и края по-настоящему. Для меня создание фильма – это одна из ступеней создания инвестиционного образа нашего региона. Потому что в край приходят инвестиции, приходит экономическое благополучие там, где надежно, где сильные люди, люди слова. Смешарики в прошлом, фиксики идут. С завтрашнего дня программа «Новое утро» запускает интерактивную игру для маленьких зрителей, аналогичную популярному виртуальному развлечению. Что еще ждет красноярцев в новом утреннем телесезоне на ТВК, расскажем в нашем сюжете. «А кто такие фиксики? Большой-большой секрет!» «Кто такие фиксики?» – ответ на этот вопрос приготовили в новом сезоне программы «Новое утро». Там уже завтра не только расскажут об одних из самых популярных российских мультперсонажах, но и готовы дарить за это подарки. В этот раз призы приготовили не только для маленьких, но и для взрослых зрителей. Необходимо просто проявить внимательность и держать телефон в полной боевой готовности. Есть один секрет, о котором мы хотели бы сказать. Чтобы поймать фиксика, все очень просто. Нужно просто включить в 6.30 программу «Новое утро» и не выключать ее до 8.30. Смотреть вот эти два часа и следить за тем, что происходит на экране. Он очень недолгое время находится там, этот фиксик появляется и почти моментально исчезает, но все-таки шанс есть. Больше 10 лет в эфире «Нового утра» выходил мультфильм «Смешарик» и теперь его место займут новые герои. И герои эти, как рассказывают авторы программы, появятся не только в новых сериях, но и прямо в студии. На экране в самый неожиданный момент. Именно тогда их нужно сфотографировать и выложить в группу «Нового утра» ВКонтакте. Самый быстрый получит новый фирменный зонд. Мы давно хотели обновить, но не могли найти достойной замены, потому что «Смешарик» в общем крутой сериал. И вот в этом году впервые нам удалось заполучить в свое пользование мультфильм «Смешарик» и это очень классный. Мультфильм российский, познавательный, вы будете любят. Напомню, что новый сезон любимой утренней программы стартует уже завтра. Премьерой мультсериала ведущие авторы не ограничатся. Ну а чтобы узнать о конкурсах, подарках и самом интересном, нужно просто не пропускать выпуски «Нового утра» по будням с 6.30 на ТВК. Захар Письменник, Павел Тюкавкин, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова